Развитие парковых и лесопарковых зон в муниципальных районах и поселениях находится на постоянном контроле у губернатора Московской области Андрея Воробьева. В Одинцовском районе эту работу необходимо систематизировать и привести все парки к единому стандарту. Как мы можем создать парк, который будет соответствовать нормативам? Мы можем пойти двумя путями. Создание лесопарков, выделение земель из состава лесного фонда Российской Федерации, расположенной территории поселений. Соответственно, есть процедуры, далее мы проговорим о ней. Выбирая лесной фонд бессрочного пользования, создаем на них лесопарки. Таким образом, дотягивая по региональному стандарту парковому, создаем официальные, совершенно легитимные парки с точки зрения Московской области и закона. И второй путь оформления парков на землях поселений или районов в соответствии с региональным парковым стандартом Московской области. Это те земли, которые находятся уже в поселениях. Ваши скверы, парки, их надо доводить непосредственно до паркового стандарта. Есть определенная процедура и официально они становятся парками. В Одинцовском районе есть поселения, где сегодня официальных парков вообще нет. Методическую поддержку в оформлении и создании парковых зон местным властям будет оказывать специально для этого созданный информационно-методический центр. Виталий Савилов рассказал также о ходе работ по развитию спортивного парка имени Ларисы Лазутиной. Информацию о мониторинге технического состояния многоквартирных домов в районе участникам совещания озвучил заместитель руководителя администрации Дмитрий Ольховик. Об исполнении профильных поручений главы района Андрея Иванова отчитался директор Центра муниципальных закупок Денис Востриков. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.